Продолжение следует... 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 на читателя и критика, разбираясь с содержимым собственной головы. Я начала переводить его 30 лет назад, несколько раз возвращалась к его стихам, и всегда это была интересная работа, но сейчас она превратилась в захватывающее приключение. С 2013 года он пишет и публикует, а я перевожу большую книгу под общим названием «Малая божественная ко», состоящую из отдельных, по большей части, однотипных по форме стихотворений, складывающихся в общую систему, объединенную сквозными иероглифами. Сразу отмечу, что Абериутов Потаска с по собственному признанию читал мало, Веденского не читал, Хармса говорит, что читал на немного. Так что тут увидите сами. Поэзию, основанную на метафоре, исследовать на предмет иероглифов неконструктивно, пока в ней напрямую или опосредованно присутствует механизм сравнения, уподобления, иероглиф не работает. Интересно становится тогда, когда, по выражению Александра Веденского, пространство стало реже, и все слова «паук, беседка, человек» одни и те же. То есть не девушка кивает на розу, роза кивает на девушку, никто не хочет быть самим собой. А все слова сливаются в единое целое и означают одно и то же, когда сквозь мозг идет один большой поток, и в этом едином потоке сами собой, как рыбки в реке, начинают мелькать и сверкать опознавательные знаки, за которые можно уцепиться. И тогда этот поток из нечленораздельной каши превращается в стройную систему. И именно то, что представляется дневному сознанию бессмысленным, как раз сигнализирует о прорыве в текст сонного сознания или подсознания с характерными архетипами и специфическими образными связями. Речь, конечно, может идти только о том тексте, который не сконструирован, а естественно произрастает на живом корне. Тут кроются серьезные засады для переводчика. С первого начала кажется, что перед тобой свободная игра, так что главное выдержать форму и приложить немножко фантазии, тем более что поэт охотно поддерживает эту иллюзию, ему всегда все нравится. Переведешь побольше, становится ясно, что на самом деле шаг в сторону побег приходится по второму и третьему разу проходить все подряд и вытаскивать детали оригинала. Что-то, правда, остается неисправленным, особенно в ранних вещах, построенных по законам метафоры, где иероглифическая сетка еще не вычленилась, не проявилась. Ну, например, я написала, и только денежкой у медной луна сияла сквозь стекло. Только при подготовке этого доклада поняла, что луна у потацкоса медной не бывает, а только серебряной и в исключительных случаях золотой. Проверила, там, конечно, просто денежку круглой. Ну, что делать? Давно переводила, 30 лет назад. С другой стороны, если уже имеешь представление об этой сетке, об этой системе, то можно себе кое-что позволять в ее рамках. Ну, например, такой пример стихотворения куклы о девочках из бара. Получилось, с куклами беседовать легко мне, что не спросишь, отвечают «ну». Из несуществующего дома убежали куклы на луну. Вот это «на луну», там в оригинале нету этой луны. Но имей в виду, что девочки эти в силу своей природы явно связаны с луной, а также созвучие «кяк ашнано», то есть, насколько я полагаю, и «менолис луна», я позволила себе эту строчку, вдобавок рикмующуюся с оригинальной. Здесь же отмечу аллюзию, существующую только для двоих, в крайнем случае троих людей, личную аллюзию, но это не потаскаса, а моя аллюзия. По рассказу моего друга, как-то в молодости он прогуливался с одной прекрасной девочкой в ужасном состоянии, и на его вопрос «мы где?» она беспечно отвечала на луне. Если делить поэзию на дневную и ночную, солнечную и лунную, что не лишено справедливости, то потаскас, конечно, поэт ночной, лунный. Ночь – его время, и луна – его естественный спутник. Рыб я в своем избранном насчитала 27, в том числе по названиям «щука, лещ, акула, плотва, карась, хек и т.д., а также рыба-кит и дельфин». Луна упоминается, по моим подсчетам, 49 раз, рыба в непосредственной связи с луной – 3 раза. Сквозной мотив отождествления с рыбой. Например, «мы рыбы, не попавшиеся в сети, на нас на всех охотится дельфин». У меня есть здесь параллельные литовские оригиналы, но я, наверное, не буду их читать для скорости. Если хотите, потом могу показать или там как-нибудь еще. Или «Опять нырнуть, как рыба в глубину, во тьме с небес на зиму кликать пламя, порастерять никчемное желание размазаться по каменному дну» и так далее. Правда, в песенке про уфанавтов, 88-го года. Это «Отождествление» – моя работа. «И снова я, как рыба на песке, как ногти плавники грызу в тоске». У автора просто сказано «Грызу ногти от тоски». Встречается расхожее сравнение запаха рыбы с запахом женщины. Вместо женского запаха хеком разит угощение. «Наш обед в оловянном корыце» – это «Сортирный ногтюрм 79». Или «Пускай закуска рыба по запаху напомнит сексадром» – взгляд со стороны 93-й год. «Между рыбой и бабой располагается хтоническое озерное чудище» – стихотворение «У озера». Это уже из «Малобожественной». Держа бамбука стебель пустотелой, Я наблюдал, как плещется волна, Ухватистые щупальцы блестела, Как голые бабы потная спина, Всплыл водяной и заиграла рыба вся от ерша до самого леща. Урчал, ворочал, вот сырые глыбы, Зелеными волосами хлеща. И далее «Я камышовым завладел органом» – «И лекции читал издалека озерным рыбам, Мстительным и странным, Угрюмо ждущим ночи и крючка». «Птица» появляется 23 раза, в том числе «Синица», «Снегир», «Дрозд», «Сорока», «Ворона», «Сова», «Воробей», «Соловей», «Голубей», «Нет, голубь» и т.д. Зачастую в режиме сравнения. В стихах разных периодов с птицами сравниваются уходящие от лирического героя женщины, чужие дети, гомонящие в доме бывшей жены, плящущие символы смерти и т.д. Наконец, стихотворение Юнга у Неамо с птицами сравниваются, собственно, рыбы, точнее, рыбьи стаи, бьющиеся в стекла иллюминаторов, когда подводная лодка глотает Юнгу, будто кит Иону или щука Иванушку. Рыба, воспетый во всех учебниках, символ, извините за выражение, материально-телесного низа, фаллический прародитель человечества, глубинный житель первозданной ухи, темной водной стихии, отец и мать, помощник и враг, позже по совокупности разнонаправленных признаков, трансформировавшийся в символ раннего христианства. Христоматийные слова Топорова из «Мифов народов мира», из статьи про рыбу, в общих трехчленных по вертикали мифологических схемах Вселенной, рыбы служат основным зооморфным классификатором нижней космической зоны и противопоставлены птицам как классификатор верхней зоны и, менее отчетливо, крупным животным, часто копытным, символизирующим среднюю космическую зону. Дальше в статье говорится о распространенном мотиве проглатывания мифологического героя рыбой как одном из обличий смерти и воскрешения. Рыба выступает как некий эквивалент нижнего мира, царства мертвых. Для того, чтобы воскреснуть в новой жизни, нужно побывать в нем. Одно из главных качеств рыбы – молчаливость или попросту немота, казалось бы, противопоставляющая ее птице. Но немота рыбы, как увидим ниже, подвергается кардинальному пересмотру, а традиционный символ поэтической ночи – соловей у Потацкаса в основном помалкивает, опровергая хрестоматийное утверждение классика литовской поэзии «Соломей не рис», соловей не может не петь. В русском переводе Сусанна Марк в сирене соловей не петь не может. Может! Цитата. «Ну да, прекрасно пение соловья, но ястреб песню обнуляет разум». В стихотворении «Волк» написано от имени Волка. «А ночь лишилась лунной пены, и соловья забыла пение». В стихотворении всего хорошего в той же книге 1993 года. Там мрачная хулиганская интерпретация мифа о красной шапочке и самоотождествление также с фулком. В малобожественной номер один «Молчание соловья» тоже является признаком общего упадка романтического дискурса. Увы, только в переводе, но мне кажется, все же в духе автора. «Усохли дам прекрасных бюсты, молчит в сирене соловей, ржала брюссельская капуста, а стала песенка «Сульвейк». Можно ли было избежать этой рифмы? Скажите мне в оригинале. «Сумянку мотерешки бюсты, кепказуистыня драма, куржвянки брюсселя капусты, клайки сольвей госпоэма». Еще одного соловья я запустила в зачин соседнего стихотворения «Сирень». Я пил небесные аперитивы, солировала дама соловьем, что, мол, она одна, оперативник в колхозе раннеутреннем своем. В финале в соловьев хотят превратиться щебечущие в кустах девицы. Наверное, соловьями стать жилая, стаканчики и юбки поднимать, цветет сирень тяжелая, живая, ее ничто не в силах обломать». Здесь опять же перефразирована вот эта знаковая цитата из «Соломейни Рис». Так же, как и в стихотворении, которое мы с автором, посоветовавшись, окрестили от себя тина в соответствии с качественными характеристиками перевода. «Небесные создания пилят вены, месье прислал гормонов килограмм, у горькой чаши, я прошу гангрены, гаморы с геморроем пополам, всего лишь лье, а сколько километров, ни шагу, ни на тютельку назад, задуют ветры, налетят эксперты, хоть соловей и сам не петь бы рад. Застрял в грудине застарелый кашель, прокуренные легкие скрипят, а на столе сердца мерцают наши, и маски утонувших не гретят». Должна осознаться, что в оригинальном тексте соловей больше не может не петь, а у меня акцент несколько смещен в ироническую сторону, но это обсуждалось с автором, было одобрено. Другая птица, певчий дрозд, оказывается, вроде бы покрепче, чем соловей. Одним из важных смысловых атрибутов его может являться слепота. Для Потацкаса в силу личных физиологических причин одно из сущностных качеств поэта. В 1981 году в «Уик-энде» с положительным героем он, как и в только что процитированном куске «Малой божественной комедии», саморазрушительно призывал на свою голову различные недуги. «Нет парашюта у пилота, осталась только катапульта, мечтал бы ты лишиться глаз, хотел бы хворей и зараз». В одном из интервью поэт говорит, «Я заметил, придумываю, пишу, а оно сбывается, поэтому я стал осторожнее фантазировать». Действительно, кое-где у него с пугающей точностью предугаданы личные и мировые события, в том числе катастрофические. А вот в интервью он говорит, «Это еще и моя личная трагедия, потому что я слепну, но я знаю о свете одну важную вещь, есть еще и внутренний свет. Когда закрываешь глаза, там тоже все светится, так что не страшна потеря этого света, ведь и Гомер изображается слепым поэтом, значит, и слепой тоже может писать». В раннем стихотворении «Слепые» в шести строфах шесть стадий жизни, сняющихся человеку от зачатия до смерти. Собственно, слепых в тексте нет, есть рынок жизни, ослепляющий фотонами лип и т.д. И взгляд птицы, и снится тело, если мне не спится, как на его печаль косится птица, когда сливаю белое колени в тень женщины, стоящей на коленях. В переводе «Колыбельный» плутают, часы на ощупь тикают по теменям. И непосредственно дальше один из редких потацкаса образов золотой, а не серебряной луны. Можно обозначить цепочку слепой и спящей, сновидец, ясновидец. Вот стихотворение «Вишневый сад». Я, наверное, его прочту, оно маленькое. «На ощупь зек скребется на свободу в темнице, словно в банке без сардин. Дельфины и дофины мутят воду, между ними ясновидящий один. Без спалы ли, бездомный ли, безглазый обязан каждый выдать на гора вагон угля и пушечного мяса, и поглядим, чем кончится игра. Повыбиты бизоны, динозавры, и мама-мия, воют тенора. Толпа крестится, лезет в день базарный. Бабулек тьма, а булок нихера. Незрячий дрозд в объятиях вечной ночи. Вишневый сад созрел уже на треть, а дрозд кричит. Он больше жрать не хочет, а хочет он прозреть и посмотреть. Когда молчат соловьи, рыбы поют. Рыбьи голоса в оригинале «Рыбья речь», слушая, что скажут рыбы, появляются уже в раннем стихотворении «Голос матери», причем ситуация аналогично описанная в «Юнге у Немо». Корабля крушения спасается только «Юнга», попадает на подводную лодку. Ну, голос матери, да? Но мелкие секунды не кончаются, еще кусок у времени урву. Над головою палуба качается, и я по морю щедрому плыву. Ну, Мартин Иден, открывай глаза, смотри и слушай рыбьи голоса. В стихотворении «Заблудшая овца» из «Малой божественной» номер 4, «Я» текста, правда, здесь не вполне совпадает с реальным авторским «Я». «Мне пелось соловьем, а нынче рыбы, и то звончей поют на дне реки». Ну, там другие тоже цитаты, стихотворение из той же книги «О ночи моей». И дежавю поет небесным хором бесплатно рыба, волны, корабли, там во сне другом всегда повешен кто-то, там черепа, червонцы, червяки. Два сна соединить моя забота, но как две параллели, две тоски, в одной зелено-голубой нирване никак не могут слиться эти сны. О лающих собак моих молчанье, о ночи моей полной луны. Черепа, червонцы, червяки, по-литовски не червонцы, просто деньги, но я взяла созвучие с неявной отсылкой к Ильденскому. В литовском оригинале есть другие осмысленные созвучия, я их могу назвать неложные, друзья, переводчика. Причем, например, не только красивые «Мелина сменолис», «Синий луна», но и страшные «Жувис», «Жува», «Рыба гибнет». Правда, в первом случае «У» краткое, а во втором «Долгое». Получается, что по-литовски рыба уже по созвучии находится рядом со смертью. Недавнее интервью с поэтом я начала с вопроса, который меня давно интересовал, сразу получила важный в нашем контексте ответ. А расскажи что-нибудь о своем детстве. Детство – это самая важная часть жизни, тем более для поэта. Ну, это было детство Тарзана или Маугли. У нас в Алексеотесе, рядом с домом, где мы жили, родители, мы, трое сыновей, был ботанический сад. Там росли ранние черешни и розы. Это было предметом наших интересов. Еще там в прудах водился лещ. Мы его ловили, и был сторож с двустволкой. Однажды прицелился в моего друга. Я его толкнул, он упал на землю, старый был, и стрельнул из обоих стволов солью. Больше мы туда не ходили. А однажды поймали меня и загнали в пруд. Заставили искупаться в одежде, чтобы я пришел домой мокрый. 13 лет было мне. Здесь надо сделать серьезное лицо и говорить об инициации, о потрясении, перевернувшем душу подростка, об это ждествление с рыбой, совпавшем с внезапным прозрением взрослением. И не случайно взмывающая в уставшем от трезвости обстиненте волна протеста описывается в терминах нереста мальков. В оригинале нерштас, нерест, отлично рифмуется со словом керштас, месть, бунт на корабле. Мальки на нересте мы больше не играем, Взрывной волной смывают капитана, И в джунглях водки бьется желтым самураем Святое право первого стакана. Другая рыболовная картинка из ранних времен Описана в стихотворении под названием «Говнярка», где очередной поход в пивную, вот выходной опять пора в Рамбинос, стремительно разворачивается в речную тему Купальщицы на Немане, пароход Кестутис, рыбалка, луна и так далее. На зимний рейд швардуется Кестутис и вся его плавучая вратва, а Алексоцкий парень спать не будет, пока в говнярке ловится платва. Полна дерьмая речонка на окраине, а комбинат как будто ни при чем. Мясо комбинат там был, да? Ведь рыбьим с серебром луна играет, и золотится солнечным лучом. Марии образ в голове у ликтора, что к литру берется бормотать. В ночи вели речивые молитвы, тут пиво изнутри по мозгу хвать, трудись же для искусства кровохлебка. Пусти мне крови белую струю, твои ли груди, милая голубка, в цветущем ботаническом раю. Играющая рыбьим серебром луна «Мы любим пиво, любим ром, играем с бабкой в размножение». У Веденского в детстве вряд ли была рыбалка. И рыба тут у него уже готовая к употреблению. Не надо участвовать в ее извлечении из нижнего мира и умерщвлении. Тем не менее, вся серебряная цепочка налицо. Смерть, рыба, серебро, алкоголь, секс. И непосредственно дальше скатологические мотивы, неизбежно скатывающиеся обратно в пустоту. Веденский «Моя невеста дурдина, мою любила ордина, но целый год весной и лето не выходила из клозета. И я отчала сапоту, сказала себе, я не петух, не пищевод, она же утка, и продолжение желудка, а на рабыню живота тут появилась пустота». Подводя предварительные итоги, хочется выстроить две цепочки, золотую и серебряную. Впрочем, не особо оригинальные, но архетипы вообще, как правило, оригинальности не блещут. Ночь, вода, зима, луна, прогулка, серебро, смерть. На этой цепочке должна висеть серебряная рыбка. Вторая цепочка – день, огонь, лето, солнце, полет, золото, жизнь. А на этой, очевидно, золотая птичка. Возникает соблазн продолжить одну цепочку трезвости, а другую – опьянением. А позиция в высокой степени актуальна для самого Потацкаса и его текстов. Однако, это было бы неверно. Скорее, речь идет о разных типах опьянения – низком и высоком. Стихотворение «Великий четверг» из «Малой божественной». Сейчас уже скоро закончится все это. «Но лес тропический, мне кажут рожки, и вот лечу, отведав два глотка. Я по другой, по солнечной дорожке от каучукового коньяка. Ведь солнце не купить за рубь за двадцать, летя на турболайнере на юг. И многим, кто пытался приземляться, пришел от полнолуния каюк. Стюарду намекает стюардесса, назначив роддеву, не спал пилот. Ведь полная луна – источник стресса, а солнце в глаз прямой наводкой бьет. Под конец, однако, цитирую, в «Точке смерти вечно вместе» будут солнце и луна 2005 год. Сравнив в очень важном, описывающем Грофовского масштаба психоделический опыт с воспоминанием момента рождения, смерти рождения, стихотворении «Ловец жемчуга» 1993 года. Обратите на него внимание. Ныряй, наполнив легкие огнем небесных тел комет-метеоритов. Мир будет нов, прекрасно будет в нем, без нищих, без воров, без паразитов. Мир в форме пирога, начинка – ты, но главное – орнамент, украшение. Между ключиц мерцает лик луны, сияет солнце в солнечном сплетении. Ныряй, ныряй, родильным водом течь, прорвав плотину, распахнется тайна, обратно в ножны возвратится меч, все становясь ничем, кричит отчаянно. В этой подводной точке не только солнце и луна вместе, но и рыбы могут уподобляться птицам, как в Юнге у Нема, как птицы рыбины стучатся в стекла иллюминаторов. В том же аквариуме, очевидно, третьим будет представитель Среднего мира. Бог третий глаз открыл себе как дверь, чтобы спокойно птицы, рыбы, зверь пастись могли в аквариуме старом. Очевидно, что в Алексоцкой космогонии Батаскаса этим зверем, крупным животным, правда, не копытным, символом Среднего мира выступает собака. Если девицы норовят превратиться в соловьев, то сам поэт, возможно, можно, но не хочется сказать, лирический герой, скорее вервольф или, скажем так, верхунд или сверххунд. В ранних собаколовах это отождествление еще обличено в некую форму сравнения поэта с отверженной современным обществом бездомной собакой, на которую охотятся собаколовы, поэтическое допущение развернутые метафоры. У пса безродного бродяги ни заработка, ни бумаги, он нарушает наш закон, расшатываются устои от непочтительного воя, который в небо устремлен. Дальше, между прочим, говорится это нам как кость по перегорлу, по-литовски конкретно рыбья, кость кайпашека кертлей. В другом раннем тексте мелодия дождя тело псом по дорогам бежит, в оригинале бездомным псом, опять-таки, и рядом упоминается луна, лунное купе, в котором уносится друг. Позже в стихотворении «Волк» и других находим отождествление с волком. В интервью на прямой вопрос я получила ясный и довольно страшный ответ. У тебя часто волк в стихах фигурирует. Что это? Ты чувствовал себя вот этого волка? Это было, когда я в коме лежал. У меня было 6 ком вместо 40. Что значит вместо 40? 40 ком – это такая больничная норма, а так делают психушки. Лежишь привязанный, потому что у тебя конвульсии. Теперь вводят в вену инсулин, и ты входишь в инсулиновую кому. Два часа в ней пролежал, потом пробуждаюсь и чувствую, что я не я. У меня холодные конечности, которые я ощущаю, как волчьи лапы. И вообще я понимаю, что нахожусь в волчьем теле. Я просыпаюсь с рычанием и из волка превращаюсь в человека. Так я породнился с волком. В каком году это было? В 1976-м, когда у меня вышла первая книга. На бытовом уровне это проявилось в фактической дружбе с собакой, причем похожей на волка. Сначала это была немецкая овчарка, а теперь сибирский хаски локис. Не локис, медведь, а именно локис, то есть локи, скандинавский бог, отец чудовищного волка Фенрера, тот, что помимо прочих чудес, заметили свет погас, умел превращаться в рыбу. Разговоры о собаках посвященную, но целое интервью в Бульварной газете, где журналистка, в частности, спрашивает Гинтерас, откуда такая любовь к собакам, где же собака зарыта, там и так далее. У него была такая книжка, где собака зарыта. В одном стихотворении ты пишешь о далеком времени, когда ты станешь светом, который струится оттуда, где похоронена собака, и сливается с тобой. Какая абракадабра, говорит журналистка. Поэт отвечает, это не абракадабра, как и то, что хаски локис пришел в этот мир в тот самый день, когда ушел на волчью луну, лорд. На вопрос, что ему больше всего нравится в локисе, Гинтерас отвечает, меня поражают модуляции его голосового аппарата. Локис умеет урчать, выть, лаять, петь и издавать разные другие звуки. Мне кажется, что когда-то волк очень близко подошел к лисе, и так получился хаски. То есть, прежде всего, его интересует голос, пение собаки, так же, как голоса и пение рыб. Здесь, мне кажется, есть перекличка с докладом уважаемого коллеги Кулько по поводу гандаров, которые одновременно собака-рыба и соблазнительный молодой человек волосатый, что добавить. Вот. По этому признаку, зачастую в позиции вытья на луну, поэт явно или неявно отождествляется или, по выражению Маяковского, делается собакой. Шильонский узник. Сдулись песни и пластинки, лишь одна собака-динго, день и ночь на месяц лает на немодную картинку, жить не хочется в застенке, за решетку и стальную, не пускающий в догонку за серебряной луною. Отмечу, что по-литовски динго не только дикая собака, но и глагол, означающий пропал. Шува-динго означает, в общем-то, собака пропала. Тут есть еще другие примеры с собачьим слэш-волчьим воем. Пейзаж был слабо освещен луною, тут страшно, мама, солнышко, зажги, бедняга Локис так печально воет. Там же топить щенков, конечно, гадство. И строка «Я по собачьи есю переплыл». Есть такая река в Литве. По-литовски «Буквально переплыл есю собачкой, щенком». Ну вот, здесь тоже имеется неложный друг переводчика с озвучей пёс песня. А зверя позабыл хозяин, и песня рвется к облакам. Боятся демоны собаки и слышат пенье о невой, как будто кремолом Исаакий расправил перья над невой. Или в стихотворении «Вой». Собачий вой заставил сердце плакать жестокое и старое оно. Почует чёрную ночную слякоть промозглую и плачет всё равно. «Идут те, кто б меня не верил мимо, роняю слёзку жалкую одну, а я за жизнь поломанную ими собакой ставшей вою на луну». Здесь же отметим, что есть и Потаскаса, и марсианская или японская лиса, которую в книге «В стихотворении «Побег луса» лисы один луна спасает от погони. Луна тонет в пруду, за ней прыгают и тонут охотники с собаками, кстати говоря. Нехарактерная расстановка сил, но, может быть, японских собак как-то не жалко, они не в счёт. В последних книгах у Потаскаса собака становится одним из главных персонажей, близким к альтер-эго, так часто бывает у собачников, об этом много говорено, в отличие от истории с рыбами и птицами, эта тема уже выходит за рамки анализа поэтического текста. Но ещё одно замечание Хаски собака сибирская, северная и ночная прогулка с этим существом вызывает у поэта ассоциацию с Сибирью как местом мучений и гибели ссыльных литовцев. Причём Хаски выступает союзником в борьбе с врагами в глазах зелёных с полохи ракет, чтобы русских танков задержать бригады. Морозная лунная ночь и тут же север и вечная мерзлота нижний мир, поглотивший десятки тысяч людей, не заживающая рана в литовском национальном сознании. И это по-детски серьёзно и трогательно, как вспомни Мересева, только наоборот. На этот полюс, в холод адский мы с Локисом идём туда, я помню лёд могилы братской, сестринской, детской навсегда. Ну и закончу, наверное, ещё двумя цитатами из интервью. Одна имеет отношение к материальной стороне жизни, а другая совсем наоборот. Это возвращаясь к рыбам и рыбалкам. «Пишу по-прежнему не дома, а в кафе», говорит поэт. «Годы берут своё, стал меньше ходить, болят старые раны, да и цель сидения, наблюдения в кафе поменялась. Раньше хотелось поймать, попытаться себе представить прекрасные мгновения с прекрасной дамой. теперь высматриваешь потенциального клиента, который может купить у тебя книгу. Такая своего рода рыбалка». А может, это просто феномен Лайс-Весолея, не зная, я всего лишь житель своего болота. Другие районы не заглядывали. 2003 год. И в недавнем интервью тут такая сказочная история про золотых рыбок. Мы заговорили о мужском и женском началах, что у меня внутри живет маленький мальчик на велосипеде, а у него внутри живет маленькая девочка. Я говорю, ну я вообще не очень инь, у меня вот это что-то маленькое внутри, о котором ты упоминал, скорее мальчик, а у тебя это маленькая девочка. Он говорит, моя девочка была уже взрослая, лет 16, вылитая остробрамская божья мать. Она появилась, когда я сидел в ванне. Это был один из моих мистических опытов. Я трезвый был, он совершенно трезвый, ну может таблетку какую съел. И в ванне ожила, в ней начали плавать золотые рыбки. Это длилось довольно долго. А потом приплыла женщина в костюме плавчихи. Она стукнула у меня по пальцам ног, развернулась и нырнула обратно. Вылитая Мадонна один в один, только в костюме плавчихи. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ